Девушки отдыхают На сцене поёт Александр Панайотов, а Николай Трубач здесь, в гримёрке, уже настраивает свой инструмент. Давайте попробуем заглянуть к нему и узнать, что же там происходит. Рискованное дело, конечно, но мы попробуем, попытаемся. Тук-тук! Здравствуйте, мы к вам. Лодочку, голубую луну, столько лет исполняете, и всё равно волнуетесь каждый раз. Ну, вы знаете... Уже это что-то другое. Нет, нет, это другое, потому что чем ты взрослее, чем ты заслуженнее, может быть, тем ответственнее. Рядышком со всем Александр Панайотов общается с нашей СКУИ Абалян. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! А чем болтаете, о чем секретничаете? А все послушиваете, да? Конечно! Мы болтаем о том, что несколько лет назад, не будем называть эту цифру... О, да, нацать, скажем так. Да, нацать лет назад мы пригласили Сашу из Киева на международный музыкальный фестиваль, на конкурс молодых исполнителей. Ему тогда было 16 лет. По законодательству мы не должны были приглашать 16-летних молодых подростков. Но Сашин голос был настолько высокопрофессионален, и это было так талантливо, что мы решили скрыть этот факт, и его пригласили, о чем абсолютно не пожалели. Я не могу не отметить ваш замечательный образ. Этот синий костюм потрясающий, бабочка. Вы заметили, это рубашка белая с пайетками. Да, спасибо. Очень модная. Ну и, конечно же, ваша замечательная прическа. Сами сотворили такой образ? Сам, да, у меня есть такой цементный лак, я сегодня просто обливался им, да. Да, я его обожаю, потому что после этого ничто не страшно. Саша, ты потом расскажешь, как он называется? У меня что-то все падает и падает. Конечно, да, с удовольствием. За кулисами обычно происходит самое интересное. Чем вы занимались в гримёрке? Мы нашли там кучу интересных костюмов. Какая-то безумная цилиндра с какими-то крыльями, сюрдук. Мы все это все мерили, мы в этот друг перед дружкой ходили. Прошли мне бакон чертежной, откуда его взяли. Прошли ему бакон полет. Я обещал вернуть, но я уже сейчас уже сомневаюсь. Спасибо. Как только я отступил на сцену, я сразу же почувствовал энергетику зала. И я сразу же понял, что они хотят хорошего исполнения от меня. Григорий Гладков исполнил замечательные две композиции вместе с нашим Могилёвским театром студии «Радуга». Что у нас три человека? Упали? Два споткнулись? Три порвали костюмы? Значит, потом ползала покусали, да? Да, но все равно успели. Ну все успели. Здесь где-то в одном из первых тоже этих фестивалей я участвовала. Прошло много лет, и снова я здесь. Здесь это большая радость, потому что я уже думала, что я никогда не буду на зал том, что я, оказывается, еще нужна, еще принимает. Так что надеюсь, если будет, как говорится, сила здоровья, так что все будет в порядке. Сегодня я довольна своим выступлением, хотя я всегда довольна. Потому что я всегда стараюсь и хочу, чтобы зритель тоже был всегда доволен. Прилетай ко мне в Сочи, а впрочем, напиши, позвони, прокричи. Я люблю тебя очень, две строчки. Умоляю тебя, не молчи. Умоляю тебя, не молчи.